И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Кондерков 67 и это видео по Universe Inbox 2, друзья. На канале больше недели уже не было видео. Сегодня в этом видео я буду по просьбе одного из подписчиков терраформировать экзопланету Кеплер 438b. Вы мне там писали в комментариях, терраформируй одну из планет Кеплер. Вот что, собственно, с вами мы будем делать. Только терраформировать-то будем не таким способом, как мне хотелось, а другим способом, а именно улучшить жизнь, улучшать условия жизни на планете Кеплер 438b. Добавить магнитосферу на планете Кеплер 438b, а также попробуем на ней добавить города. Также посмотрим, как будет выглядеть экзопланета Кеплер 438b после всех этих манипуляций, если я не ошибаюсь. Ну, а перед началом данного видео, друзья, не забываем подписываться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить данное видео. А также не забываем вступить в мою группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Ну что ж, друзья, погнали! Не будем долго задерживаться, добавляем уже звезду. Так, только название-то будет не оранж, а будет Кеплер 438b. Кеплер 438b. Будем такое название называть. Так, расчетный радиус. Так, масса, как говорится в Википедии, здесь 0,544 тысячных солнц на Кеплер 438b. Поэтому мы должны сделать все, как в Википедии. Так, заблокируем массу. Радиус у нас будет 0,52 солнц, пускай будет. Все, отлично, теперь все чисто, как в Википедии. А теперь добавляем экзопланету Кеплер 438b. Ведь же она находится в обитаемой зоне, значит, мы должны поставить в обитаемую зону. Потому что, я напомню, синяя обитаемая зона, значит, это та зона, где вода может замерзнуть. Красная обитаемая зона, это та зона, где вода может закипеть полностью, превратиться в пар. Так, ну что ж, мы добавили экзопланету Кеплер 438b. Вроде бы все хорошо, но есть одна проблема большая. А именно, атмосфера Кеплер 438b, как говорится в Википедии, страдает от мощных солнечных вспышек, которые происходят на красном карлике Кеплер 438. Вспышки, произведенные Кеплером 438b, в 10 раз мощнее, чем те вспышки, которые мы можем увидеть на Солнце. И они происходят раз в несколько сотен суток, что ставят под угрозу жизнь на экзопланете Кеплер 438b. Поэтому, как мы найдем решение этой проблемы, мы решим проблему таким путем. Добавим, кстати, магнитосферу. Именно магнитосфера может защитить экзопланету от всяких космических излучений и солнечных вспышек, которые происходят от красного карлика. Так, ну что ж, добавили мы все-таки, наконец-то, магнитосферу, а теперь вот так будет выглядеть магнитосфера. То есть, мы предположили, что Кеплер 438b есть магнитосфера в симуляции универсантбокс-2. Так, теперь что дальше? Так, конечно же, наклонности вращения 24 сделаем, чтобы хотя бы смена времен года была. 120 суток поставим. Так, эксцентред у нас будет, наверное, скорее всего 0,03. 0,03 будет у нас эксцентред, чтобы хотя бы смена времен года была. Так, отлично. Что теперь дальше у нас? Атмосферу, кстати, мы забавили это добавить. Забыли. Вспомнил про атмосферу. Так, все, добавили атмосферу. А, кстати говоря, мы забыли одну вещь важную. Это, конечно же, то, что гравитация здесь слишком низкая, поэтому мы должны массу здесь 1,26 земель поставить, если, конечно, угадал я. Так, вот, все, теперь 9,84 метра в секунду. Теперь у нас гравитация 1G, почти такая же, как и у Земли. Так, сходство с Землей 92,2%, что довольно-таки неплохой показатель. А вот вероятность жизни, конечно, хромает. Мы постараемся, я постараюсь, конечно же, вероятность жизни довести хотя бы до максимальных показателей, да? До показателей, которые возможно достичь. Так, давайте посмотрим температуру. Что-то очень большая температура. Давайте, конечно же, ускорим время, посмотрим. Нет, 46 градусов, это слишком много, ребят, поэтому при такой температуре вообще мало шансов выжить при такой температуре. Так, надо, чтобы 15 градусов было. Так, 0,30, так. Что у нас там, 0,32, 0,34. Так, посмотрим, посмотрим, какая у нас там температура, диапазон температур. Так, ну, примерно вот такой диапазон температуры у нас будет, конечно же. Ну, ладно, пускай такой диапазон температуры от 8 до 16 градусов. Отлично. Так, что дальше теперь? 96,7% сходства с Землей. Отлично. Вероятность жизни, кстати, повысилась более чем, ну, в два раза, если я не ошибаюсь. Мы постараемся довести вероятность жизни хотя бы до максимума. Это надо добавить-то столько воды. Так, надо добавить... Так. Нам, получается, надо довести вероятность жизни хотя бы до максимальных возможных показателей. Так, 61,7%, что уже неплохо. Уже неплохо. Так, а если еще добавим? Так, если еще добавить, то будет 63,6%. Так. Надо постоянно следить за вероятностью жизни. Уже 65,1%. Уже лучше. Так, 66,3%. Это уже лучше. Так, 67,3% у нас. Все-таки все лучше и лучше. 73,1%. Нам надо определить максимально возможный показатель вероятности жизни. Ну, надо чтобы хотя бы до 80% дотянуть. Потому что 80% это же неплохой показатель по сравнению с 50%. Так, 78% уже отлично. Меня уже радует такой показатель. 78,9%. Так. 79,5% уже отлично. Так, отлично у нас получается 81%. 81%. 86% уже лучше, лучше, лучше. Так, 81%. Максимальный предел нам нужно определить. 0,02%. 83,4%. И... Так, все, 83,4%. Максимальный предел у нас получается 83,4%. Вот такую. Ну да, вот так примерно получается. Ну что ж, мы достигли высоких показателей вероятности жизни. Только там получается, вся планета-то получается, почти вся заполнена-то водой. Ну да. Ну да. Так. Нет, лучше, что-то я переборщил с уровнем воды. Давайте лучше вот так сделаем. Так, лучше бы я вот так сделал бы. Так, слишком что-то много, наверное, скорее всего. Ой. Так, что-то слишком много воды я добавил. Надо, чтобы... Ну, чтобы не прям так много воды было. Потому что иначе я там затопил полностью планету. Так, 59,2. Так, надо воду добавить, чтобы прям не слишком много было воды. Ладно, пускай 77% будет. Пускай такой показатель будет. В принципе, 77% это тоже хороший показатель. Ну, пускай такой показатель у нас будет. В принципе, вот так у нас выглядит Кеплер-438b. Ну что ж, мы улучшили все-таки условия жизни на планете Кеплер-438b. Что мы еще дальше сделали? Добавили магнитосферу. И, конечно же, мы там достигли... Ну, достигли хорошего показателя вероятности жизни. Теперь эта планета будет так примерно выглядеть. Только, конечно же, среднюю высоту надо не так. Так, надо, чтобы прям зелененькая-то планета была. Так, так. Так, ну, в принципе, давайте вот такую планету оставим. Сейчас я сохраню объект. Объект Кеплер-438b. Там осталось еще... Последняя вещь, то, что нам осталось сделать, это, конечно же, друзья, города добавить. Потому что, ну, чтобы эта планета как бы интереснее смотрелась с городами. Так, так, здесь... Вот здесь, где строка Emissive Map Source, здесь добавляем Textures, Planet, Planet, Cities. Только... Cities. Так, вот так у нас будет выглядеть. Вот такая строчка, в принципе, я надеюсь, должна работать, в принципе. Так, здесь... Так, все, мы сохранили. Так, теперь... 126 суток. Удаляем экзопланету и добавляем новую теперь. Добавляем новую. И посмотрим уже окончательно, как будет выглядеть эта экзопланета уже с городами. И на сегодня тогда уже будет все. Так, 126 суток, как обычно. Так, 0, 0, 3. Эксцентрит 0, 0, 3. Так, 126 суток. Так, 126 суток. 126 суток. Так, ну что ж, в принципе, мы наконец-то добавили города на экзопланете. Вот так теперь будет выглядеть экзопланета с городами. Отличненько. Отлично теперь. Так. Так, что-то я не пойму. Что-то какие-то глюки, наверное, происходят. Так. Ребят, наверное, какие-то глюки там происходят с водой. Так, ну ладно, оставим такой показатель. Так. Ну что ж, на сегодня заканчиваем эту серию. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Всем пока. Не забываем подписываться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить данное видео. И опять же, не забываем вступить в мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok